Гульба, чёрт, мне хорошо хоть позанимался немножко фитнесом перед этим. Вообще много это самое? Занимаешься это самое, да? За кого не принимаешь? Покажи эту самую. Есть что-нибудь? Какой фитнес-то, ёмой? Чё? Железо тягай, ёмой. С тарелки ты... Чем тяжелее, тем лучше, ёки. Ты разгружаешь вагоны по ночам, чтобы заработать как-то себе на жизнь? Фитнес, это когда хуйнюю занимается. Это, блядь, ну, как тебе объяснить-то? Ну, духовный анонизм, наверное, так можно. А, блядь, а штангу поднять? Это же, ты не представляешь, какое-то святое дело. Это, ты не представляешь, как ты тупеешь и каким ты становишься после этого необъяснимого. Ты, качаясь, вот именно, я, причём, понимаешь, что одновременно стебу эту сторону, и одновременно она мне помогает не бухать, ты понимаешь, когда я качаюсь, я тупой, я реально... Но мне помогают штанги, понимаешь? То есть, всё-таки вес, тяжесть бытия тебе важна, нужна, да? Нет, я тебе одну скажу. Стакан коньяка и 40 килограмм железа, это какая-то свесть между тобой, это чем-то не похоже. Металл проникает в твою душу? Он превращает твою сердцевину вот этого вот в железного человека? Душу? Металл. Сука, хрена, я... Железные струны, зла сооружения, машины... Металл — это материальная структура, а душа — это же не материальная структура. Ты неправильно мыслишь физически. Физически. Значит, душа абсолютно неправильно... По физическим законам неправильно думаешь. Не может металл проснуть душу. Душа мистична. Душа — это не материально, понимаешь? Ее в принципе как будто бы нет и как будто бы есть, понимаешь? Ага, отлично. Держи. Да. А вот это еще, что с чем смешиваешь? Это коньяк просто. Отлично, коньяк. Выпей коньяк. Давай, давай, коньяк. За юмор. Давай, давай. Оп, вот это уже... Слушай, чем отличается сатира от юмора? Кстати, вот я недавно развязал. Да? Ну-ка поподробнее, это интересно. Ты вижу, чем отличается сатира от юмора? Да. Ну, это до юбки уже получат. Я к тому, что, знаешь, юмор — это вот мы можем с тобой, да? А вот Живанецкий — это сатира, понимаешь? Как бы это имеется в виду? Ну, это все-таки злой юмор, да, сатира? Нет. Он в чем-то, как злой, он может быть, ты понимаешь, для политиков, допустим, которые доходят до злой эпохи, это лишь шутка, с другой стороны. То есть, злой юмор, скорее всего, это современный юмор. Вот он злой, современный юмор. Допустим, мне нравится этот юмор, допустим, ну, если, например, привести, как вот так сделать, чтобы показывать? Допустим, новомодные КВНчики, то есть Comedy Club и наша Раша, да? Вот это заебись, это злой юмор, но это, как бы, так же оно может быть и сатира, в общем дело. А ты работаешь непосредственно с музыкой, ты работаешь с музыкой. Я не работаю, ты че? Как, ты не работаешь? Рокенролл-то не работаю. Отлично сказано, слушай. Ты бездельник. Уважайся, я не знаю. Да ё-моё. Ты можешь смело объявить так вот всему миру, что ты просто человек, который, ну, то есть ты как это самое? Круто поймал, ну, блин, я в Советском Союзе, меня бы за это, конечно бы... Ну, Броский тоже смело сказал, что он тунеядец, за что его и посадили, да? Ну, там так нужно было, а в наше время говорили, что ты тунеядец, это не опасно. Сейчас просто никто за это не накажет, и сейчас это плохо для... Вообще для того, что... Сейчас нельзя быть бездельником. То есть я тогда просто не воспринимаю как человека, да? Безусловно. Конечно, я другое имел в виду. Ну, подожди, ну, как же вот ваши все русские насказания, как Илья Муромец, который пролежал, у вас же явно читается, это эти все по тексту, также это самое, да, имели на печке. Ты Андрюху спрашивал, когда я сидел? Я спрашиваю. Он ничего не сказал. Какие сказки? Подожди. Все, нет, нет, у вас сказок нет уже, да? Уже все, уже подрослели, уже все хорошо, да? По-твоему ты реально... Что такое понятие сказки? А слова сказания? Вы же сказываете это, используя символику. Или, вот, аллегории, да, основные признаки сказания. Аллегорично и... Ну, подъебнуть-то надо, да? Вот почему, короче, подъебываешь, что они пишут сказки? Почему басни? Да. Это басни. Хорошо. Ну, почему... Хорошо, я могу предложить новую терминологию уже подрослевших... Фантастика, фантастика. Да, то есть это такое вот... Литература, черт побери! Отлично, бред, бред, да, все дела вот эти, да, пророчистки, философии. Философии, это святое, я трогать не буду. Подожди, я понимаю, ты сейчас, ты себя бьешь, понимаешь? Это реально для меня святое. Ну как, я, ты что, это можно, она святое. Сейчас я тебе скажу, ты сейчас, вот, реально, скажи, реально. Ты понимаешь, что, вот, поэзия, да, которую мы вернем, да, о чем пишут даже рокеры, которые существуют в данный момент и существовали в советское время. Что именно? Это, как не говорю Гребещиков, что я сам не знаю, о чем я говорю. Так можно или нельзя, я не понимаю. Или это можно? Я, кажется, понимаю. Вы находитесь в трансцендентном состоянии. Мы знаем, о чем мы говорим, понимаешь? Да. Как Крылов, понимаешь, вот он написал, бас, он написал, ты понимаешь, в сказке пишет народ. Вы не сказочники. И не сказания. Мы сказочники, мы сказочники. Хорошо, вас можно назвать пророками? Пророки, это Герберт Иос пророк, понимаешь, это великие фантасты. И, черт побери, все, что считается сказкой, оно становится реально былью. И это правда. И это прогресс. Человеческий прогресс. Который, в принципе, пожирает потенциалы. Который, земля не способна долго выжить в той атмосфере, когда ее дует долго. Нужна другая земля. В общем, дело. Попробуй, вот, в трех словах, некое видение обрисовать, которое ждет наше человечество. Переселение и нахождение в другие миры. Отлично сказано. Потому что, ну, проживем мы еще, допустим, сто тысяч лет или миллион, да? Я не знаю, сколько, да? И за это время мы, естественно, эволюционируем, изменимся, да? Насколько это возможно быть? Мы останемся в том теле, в котором мы есть, или трансформируемся в какие-то другие существа? В принципе, по законам мы должны измениться. Любое существо по законам того же самого великого Дарвина все меняется. Тело. Возьмем ребенка, да? Вот, например, с ним, да? Это маленькое изменение проходит на наших глазах. Да. А что может произойти за миллион лет? Ты представляешь, что в этом миллион лет может произойти с какой-нибудь хуйней? Допустим... Отмыться или обмыкаешься? Ну, я не знаю, что... Допустим, насекомый, да? Да. Вот какой-то, да? За миллион лет, он, конечно, останется в насекомом. Ну, какое это насекомое будет? Мы не можем, от какого формы она приобретать. А форма меняется. Все меняется. И человек, конечно же, он изменится тоже. Все меняется. Никогда нет еще постоянно. Все меняется. Отлично. Вы видите эту трансформацию Михаила непосредственно в то, как его называют все горшком. А значит, и каждый из нас точно так же может превратиться из Виктора Слава в какое-нибудь существо фантастическое, но в новой форме. И адаптировавшись, почувствовать, найти свое художественное призвание. Я хорошо сказал? Только бы, чтобы церковники нам не мешали. Отлично сказано. Михаил! Это был Горшок! Михаил Горшков. Да. Спасибо, Михаил. Спасибо. Теперь его личное время. Это очень важно настроиться, да, перед выходом на сцену. Немного. Или я вот легко, так свободно, совершенно. Да не, нормально ничего. И шагнул и все вперед. Я сейчас уже заметил, что я как свободен, да? То есть немного, буквально, вчера всего в поезд, и уже здесь. Ну, наверное, все-таки свобода приходит с признанием, да? Когда приходит с признанием, да? Ты знаешь, я тебе скажу слова великие. Война – это свобода, свобода – это рабство, а незнание – это силы. По этим законам живут до сих пор, сейчас. Что плачевно для человека, когда эта эра исчезнет, появится новый человек. В общем, дело. Новая жизнь. Все успели записать? Еще раз. Я промотаю пленку. Еще раз, пожалуйста, запишите, потому что слова достойны от того, чтобы они сели в ваших сердцах. Мотор, стоп. Еще раз. Это как по ПС, по скриптуму. Лучше в эту камеру. А он свободен от технического. Блядь, забыл. Как же я забыл такое сказать-то, слышишь? Забыл, забыл, забыл. О женщинах. Да не о женщинах. Бога в день рождения. Ну, это святое. Это святое. Ты когда родился вообще? Седьмого августа. Седьмого августа. Подожди, я хотел, блядь, сказать камеру, блядь. Слышь. Что там? Я знал, что этот человек, ну, я понимал, да? Там, ну, как, я не пойму, ну, живет в этом ходе. Вчера я узнал. Князев, князев, подошел, говорит, а ты знаешь, горшок, что Зима Билан пидорас? Я знал, что он и так пидорас, но до такой степени, что он пидорас на самом деле. Я охуел. То есть, мои башки-то не уложили. Блядь, их надо убивать. Изначально. Я антифашист. Сразу скажу, антифашист, да? То есть, но. Папса, все, что делается, это, в принципе, это зло. Зло в каком смысле? Нет, оно существует и существует, но зло в информации своей. Россия не достигла таких высот, как на Западе, да, рок-н-ролл ихний. Они, молодцы, технологии ихний, так же и культура, это все одинаково, одинаково. У нас же был перерыв, у нас не было. И я считаю, то, что сейчас делается, делается. Сейчас-то уже не Айду Ванчик. Делается. В принципе, гаражные группы должны жить, очень делать. И в это должно вливание быть, не как в субкультуру. Я имею в виду, что российский организм должен понимать. Культура идет из субкультуры. А сейчас субкультурой и есть культура. Отлично, что в культуре нет культуры. Сейчас все, кто гаражные группы, кухонные группы, все, кто это группы из Подворотни. Вы слышите, что Михаил Горшков дает вам колоссальную поддержку. Пишите, звоните, он берет вас под свое кирло, под эгиду. И создим одно большое войско, которое противостоит по всем. Это дело каждого, ты что, так... Мы же должны собираться в единое. В какой-то степени рокеры, в принципе, живут единым. В чем-то есть этот вишак. А все-таки основного единства нет определенного. Ну, такого не должно быть. Но люди должны просто прекратить... Я знаю, что реально такую тему, что уже молодые рокеры начнут думать о том, как бы заработать деньги, а не то, что... Слушай, ну это уже деградация. Ё-моё, ну это... Я не знаю, ну... Петрович, он же не должен думать об этом. Он должен думать. Он же... Со временем, со временем должно это приходить. А основная тема... Как само собой. Как этим научиться, как этим дышать, как этим жить, чтобы это стало уже его ничем. Изначально, когда... Просто без этой фишки... Да. Получается... Вся серьезная музыка, которая направлена, которая сейчас есть в мире, да, рок-н-ролл и есть рок-н-ролл. Из нее, то есть из рок-н-ролла старого, который был, есть огромная, которая имеет свои направления, которая считается серьезной музыкой. По отношению, допустим, только в стране у нас есть шансон. Вот это такая хуйня, как шансон, да? Видите, во Франции шансон это совсем другой, правильно, да? Откуда взяли? У нас. Это вот такая хуйня. И понятие попсы, в принципе, придумали еще давно старые рокеры. Есть понятие поп. Возможно, то что поп может быть и рок, потому что популярный, да, может быть. А, допустим, какой-то Филипп Теркоров, он радуется, и говорит, да мы же поп-попса, понимаешь? Вот он не понимает разницу между поп и попса. Попса это ругательство. Это значит жопа. Во, что такое попса. Отличная точка. Бабах, форму-то как раскидал, разложил. Вот это самое. Устал? Да ну как, ну же, как в бане, конечно, жарко, это же помещение такое. Ну да, здесь есть в этом, вон, понятно. Ну так-то нормально. Слушай, вот Андрюха только что сказал, что он, в общем, по натуре, вот практика, а не теоретика. То есть, вроде он работает со словом, он говорит, что он, тем не менее, выходит на сцену, потому что это практика, слово. А ты для чего выходишь на сцену? Я смотри, я понял, сегодня мы увидим... Андрюха, он мануфактурщик. Кутычок. Он мануфактурщик. То есть, мануфактурщик. Мануфактурщик. Он манит фактуру. Манит фактуру, да. Поэтому у него такая-то... А я исследователь. Ага. Человеческий душ. Это для меня очень тяжело. Себя, ты себя исследуешь, да? Давно, 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 да. Я все уже познал, все известно. Слушай, ну вот сегодня мы увидели такое вот абсолютно артистичное существование, знаешь, а такой театр Мерхольда, такой вот, это французский мим. Почему, почему не воплотил в театральном деле свои таланты? Это как бы сейчас задумки, я же как бы говорю про эту тему. Нет, сейчас реально уже своим ходом идет, я сочиняю музыку на театральную постановку. Я думаю, добьюсь я ее. И сложная тема, конечно, это как мечта сделать все вот такое. Ну, я думаю, может получиться. Как бы постановка будет на очень древнюю... То есть она стала недавно мюзиклом. До этого это было просто, ну, такая, ну, комик, что ли. Это 1848 год где-то. Оттуда уже был первый комик, называется он называется, он был... Бродобрей, демон Бродобрей, как бы с улицы забыл какой. Не важно. А, короче, последнюю дневню, кто сделал постановку, это Тим Баркер сделал, это, свинетод. Вот, наверное, только другого, естественно, другая, уже другой сценарий, другая тема. Вот пишу как бы музонную эту тему. Слушай, вот у тебя уже такой колоссальный накопленный опыт общения с зрителем. А ты сколько вообще лет уже так вот со зрителем общаешься? Я колоссальный. То есть там у меня детство, да, как только начал ходить, ты уже начал, да, это самое? Да-ка, бросьте, какое детство. Мы... Еще, у детства, вот, допустим, москвичи, да, они с 9 лет слушали, извините, рок-музыку. И ты что, я, извиняюсь, в то время, когда слушали все нормальные музыки, я был в Дальнем Востоке. То есть у меня отец военный, я постоянно переезжал. Когда я в Питер приехал, я приехал в стивилизацию, понимаешь? В первую ассоциацию, ну, плюс, она тебя захватила, и как вирус, как болезнь. Вообще это искусство, это болезнь, да? Ну, здесь еще сыграло роль не то, что как искусство, а скорее, на начале был этот самый протест. Как бы, по натуре, как бы, хотелось бы остаться вечно максималистом, как бы, и до конца. Ну, конечно, так не получается совсем уж. Но все же искусство помогает быть Максимальным Истом. Скажи, вот сегодня, когда актеры выходят на сцену, это же диалог со зрителем, да? Да, конечно, да. Или это все-таки некий люстинент, который берет толпу за шкур, говорит, пошли за мной вперед, я Наполеон. Ну, какой-то степени это кусочки, но, на самом деле, бывает... Это армия, да? Ну, что-то, какая армия, что-то, а-ля... Нет, как говорится, что не анархия, то фашизм. Ну, ты знаешь, такая поговорка есть? Нет, ты что, так нельзя поступать. Здесь, скорее, да, это... Ну, это не вот как, понимаешь, театр... Это вот с настоящего... Это вот нам смотреть, так учиться и, знаешь, смотреть и... Блин, не знаю, ну... Это вообще великая тема. А мы музыканты, но хотим быть близко к театру. Это разные вещи. Сегодня как контакт с зрителем состоял? Он всегда контакт есть, ты что, конечно. Ты что, как это говоришь? Без контакта? Как без контакта? Я просто пальцы поднял. Без контакта нельзя. Без контакта нельзя. Я хочу вам подарить индонезийскую косетку. Вот это вот, значит, это выступление в Международном доме музыки. Это Кришна? Да, Кришна тут, ну, это Кришна в посланнице. Вот вы там послушайте, там и музыка, и танцы. Может быть, какой-то образ для вас будет интересен. У вас какие-то... Допустим, те же самые битлы, они всегда использовали фольклор английский. Ну, английский, он на народной музыке. В принципе, вся музыка битловцев, это так всегда делают. У Паши есть DVD, у вас, наверное, вы просто можете в поезде посмотреть DVD? Конечно, можем, да. А вот вы что берете от народности? Мы пытаемся вообще все брать, как бы, не только от русской, как бы, и вообще русско-славянской народности. Это я имею в виду и Украину, и Руссию, и Белоруссию. Ну, все, да? Все. Интернационализм. Ты знаешь, интернационализм это все-таки всемирная тема. Это, ты знаешь, это когда все, все... Ну, это мечта же была не нынешних, как бы, те, которые называют коммунистами, а древних коммунистов, которых, от них ничего не осталось. Была идея быть... Да, интернационализм это был от... Ну, просто, не совсем так, а до, 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 до. А еще самое. Когда при царской России, когда они только появлялись, когда... Это еще было, еще при французской революции. Вот этот интернационал, это когда все люди вместе и живут под одним, как бы, началом. Ну, то есть, по справедливости, что называется. Сейчас все это исковеркано, и меня можно... Тем более, люди сейчас стали такими верующими, что даже неправильнее поймут на самом деле. Чего больше всего хочется после концерта? Пивка. 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 Продолжение следует...